Начинаем нашу пресс-контреренцию, посвященную анонсу, мероприятию, которая вновь идет в нашем городе. Одна восьмая финала Лиги Смеха. Пройдет она 16 июня во вторник в 19.00. Начало ровно в 19.05. Мы закрываем двери. Модератор все сказал, идемте, господа. Можно помедленнее, я записываю. Сергей Лазуренко, редактор Лиги Смеха. Игорь Левенко, главный редактор Харьковского Лиги Смеха. И Сергей Лаврик, какой-то ведущий Харьковский. Игорь Лаврик, главный редактор Харьковского Лиги Смеха. Модератор, находящийся за кулисами. Мы разыграли 4 билетов не журналистов, не журналистов, не журналистов на посещении Лиги Смеха. Прошу вас, прошу вас, задавайте свои многотысячные вопросы. Задавайте свои каверзные вопросы. Прошу, господа журналисты, начинайте. Нет, у вас региональный следующий. Каждый из вас высказывается там по 5 минут, потом вопрос. Вы что даже хотели участвовать? Сергей Евгеньевич, начинайте вы. Уникальный проект Лиги Смеха стартовал в этом году. И у нас после успешного фестиваля, наконец-то у нас происходят уже плановые игры. Игры 1-8 финала пройдут там же, в Хатобе, 16 июня, в 19-м, но будут участвовать 12 команд, которые были отобраны на фестивале. И в этот раз уже будут играющие тренеры команд, будут выходить на сцену вместе с командами. Это очень интересно, это будет, потому что тренеры у нас тоже известные люди города Харькова и далеко за его пределами. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, в Лиге Смеха один ведущий, Владимир Зеленский. Да. Почему в Слобожанской Лиге Смеха сразу три ведущих? Потому что это святая троица. Поэтому спрашиваю еще раз. Почему? Чем у вас бросают модераторов? В Лиге Смеха всеукраинской ведущий Зеленский, а в Харькове три ведущих. Ну, потому что в Киеве один известный человек, Зеленский, а в Харькове три. Прекрасный ответ. Если вы что-нибудь добавили, то можно сказать, что вы делаете. Ой, вы знаете, а я если начну говорить, начну говорить безумолку, поэтому сразу Сергею в слово. Да, поэтому давайте. Сергей, редактор. Значит, сейчас у нас уже непосредственно, если говорить о одной восьмой, идет подготовка полным ходом. Команды репетируют вместе уже и с тренерами, и у нас идут и текстовые редакции, и редакции на ногах. Если будет вопрос, а будет вопрос, будет ли смешно, смешно будет. Давайте дождемся вопроса от модератора. Да. Сергей, а будет ли смешно? Кстати, вот. Нет, не вопрос. Смешно будет. Мы на фестивале поставили некую планку юмора, и теперь мы только от игре к игре, так как лига учебная, и эту планку будем только повышать. То есть, можно ли предположить, что придя туда с хорошим настроением, оно не упадет, а увеличится, и наоборот будет желание прийти и на одну четвертую финалу? Можно предположить, что если вы придете, у вас будет очень хорошее настроение на все лето, поскольку следующая игра осенью. Тем более, что в антракте работает буфет. Спасибо огромное. А как долго работает буфет у вас? Буфет будет работать перед игрой, то есть за полчаса до начала игры будет работать. Это уже настроение на июнь. Да. И во время антракта, антракт продлится у нас минут 15-20, как минимум. То есть кто успеет, да? Я думаю, успеет все. Кто не успеет в буфет, приглашаем в Альтбир на автопатию. Спасибо. Друзья, давайте присаживайтесь с ваших экранов в мониторе, это поудобнее. Выступает Игорь Лебенко, а вы понимаете, с нами эту минуту на 45-20. Я прошу прощения. Слава Богу, в этом зале не один модератор. Пожалуйста, ваш вопрос. Да. Да, скажите, говорят, антракт у вас белый за все игры, да? Мы решили, что людям надо будет обменяться мнениями. Поговорим. Да. Обязательно, наверное, выпить прохладительных напитков, подкрепиться, потому что юмор – это очень затратная часть, и расходуется много калорий. Поэтому мы решили, что необходим антракт, чтобы люди могли немножко выдохнуть, отдохнуть, и с новыми силами опять восприниматься. Все, наконец-то я скажу, сейчас, секундочку, давайте я отвечу на ваш вопрос. Впервые у нас антракт, напоминаю, у нас была всего лишь одна игра, без антракта. Но показал формат 16 команд на сцене, 6 минут, плюс профайлы, плюс новый формат, дает большой хронометраж, плюс в одной восьмой мы объединились сразу в две игры, две одной восьмушки, то есть у нас, по сути, мы сыграем сразу две одних восьмых финала. Первая одна восьмая в первом акте «Здравствуй, лето», и вторая одна восьмая во втором акте «Курортный роман» имеет название. Поговорим, поговорим, ну, здравствуй, «Курортный роман». «Курортный роман», да. «Курортный роман», да. «Антракт вообще дело рискованное, потому как можно зрителя растерять. Не боитесь? Вы зацепите их с самого начала и будете держать в течение...» «У нас закрыты двери. Мы закрываем хату, и никто уйти не может, потому что дальше буфета все равно никто...» «Снаружи стоит «Курортный роман», я думаю...» «Право всех, кто уходит с «Антракта», забирают на «Звардию». «Сразу?» «Да». «У нас есть вопрос от...» «Наконец-то, слава Богу, от журналистов». «У нас есть вопрос от...» «На сезон, мы как бы все видели, имели возможность наблюдать...» «Угу». «Как шел отбор команд в финал?» «В одну восьмую?» «Ну, в сезон просто, в сезон, да. «В фестиваль, да». «В фестиваль, да». «Да, и так же, на такой вопрос, как отбирали тренеров на команду?» «Так, ну, Сереж, давай». «В фестиваль у нас было отобрано 16 команд, по-моему, из 50 подавших заявки. Там порядка 16 городов прислали заявки. Отбирали мы команды по принципу, помимо класса команды, это большой ее потенциал, потому что слабожанская лига «Смеха» воспитывает, имеет свою цель воспитать будущего чемпиона высшей лиги «Смеха». И поэтому нам очень было важно найти команду с хорошим потенциалом. Отбор тренеров, ну, у нас шел по принципу, чтобы человек имел какую-то медийность, плюс имел некое отношение к юмору, для того, чтобы командам было легче работать в дальнейшем. «Один тренер должен был изменить внешность до неузнаваемости в перерыве между фестивалем и одной восьмой. Этим тренером оказался Глеб Тимошенко, он специально для одной восьмой поломал руку». «И отделы розовые тренеры». «А дальше вопрос был, как выбирали тренеров или как тренера выбирали команды?» «Как выбирали тренеров». «А, ну да, в этом плане Сергей ответил». «Я думаю, что журналист заработал, привет?» «Конечно, конечно. Да, спасибо». «Очень интересно. Я с кем-то». «Тогда второй вопрос. И второй вопрос. Пожалуйста, расскажите, почему именно эти команды попали. Что за команды? Будет ли что-то новое, что-то интересное? Как проходят батлы? Что такое батлы?» «Вот, наконец-то началась пресс-конференция. Нет, ну обычно на пресс-конференции талантливый модератор, тут нам попался бездарь. Что мы называем цензурой? Есть редактура, изменение материала в лучшую сторону. Материал сознательно делается более смешным, точнее не так, более-менее, не знаю. Совместно идет творческая работа редакторской группы и команд для создания смешного материала в начале, а дальше создания смешного выступления вместе с играющим тренером. Цензура, опять же, ну к вопросам цензуры, Сереж. «Ну есть некие темы, над которыми не шутят издавна. Хорошо, можно ли смеяться над мэром, губернатором?» «Нет, политика, как и везде, в принципе, она возможна. И она и будет, и люди будут шутить не только над поломанной рукой Глеба, но в том числе и над ситуацией, которая происходит сейчас в стране, и не только у нас». «Я так думаю, что просто если это смешно и это тонко-красиво, да, почему бы не посмеяться, правильно? Когда нет грубости в шутке». «География команд, география, на сегодняшний момент у нас 5 иногородних команд, 7 харьковских. Ну так получилось, в фестивале принимало 50 на 50 процентов, там 8 плюс 8. В сезон попало 7 харьковских и 5 иногородних. Конечно, конечно, я помню и так, это город Суммы, две команды, это Подконьячок и Любимая, Полтава, All-Inclusive, город Киев, вот эти парни, и Кировоград, сборная женатых Украины. Кто? Феодосия, а, да, Саша Григорев, представляющий стендап-клуб лаборатории юмора Харьковский, ну, сам он представляет город Феодосию, это Александр Григоренко. Чем еще наша лига, кстати, отличается от всех, это то, что мы не боимся экспериментировать с форматами. С жанрами, да. С жанрами, да. У нас вот Саша Григоренко, он представляет стендап, у нас есть веселая компания Подконьячок из города Суммы. Да, очень. То есть в большинстве своем все работают с выходцами с КВН, у нас не только. Ну и в разных жанрах. Единственная славожанская лига, где помимо команд принимают участие стендап-комик. По регламенту минимальный состав команды два человека. Саша Григоренко вместе с еще одним комиком Александром Селиным, ну, как бы, вот, соответствует регламенту. Хотя на сцену выходит Александр Григоренко. У него тренер, кстати, Глеб Тимошенко. Да, прошу. Мне бы очень хотелось сказать, что будут делать тренеры в этом случае, как взаимодействуют с командой, и будут ли они участвовать в их выступлении? Ну, они будут выходить в их выступлении, это прежде всего. Это формат. Формат предполагает. Это обязательно. Как актера. Тренер участвует в выступлении команды на сцене как актер, как непосредственно действующее лицо. Как попадает в какой микрорайон? Ну, да. Получает кайф. Славный микрорайон, конечно. Я понял, в чем вопрос. Вопрос, в чем заключается участие тренера. Причем такое название. Тренер, он всячески пытается усилить выступление команды. Помимо редакторов, он всячески, помимо сценарного, некоторые у нас тренера помогают. Там, Виталик, в частности, Лисичкин. Вот. Также они играют как актеры. Кому, какая команда, какому тренеру досталась какая команда? Какой он отобрал себе? Ну, да, команда выбирали на фестивале. Давайте перечислим. По тренерам. Глеб Тимошенко. У него две команды. Команда... У него Саша Григорьевна. Ну, ХАИ. ХАИ. Ну, начнем с команды. Команда ХАИ, сборная по расчету. И Александр Григоренко, стендап-комик. Александр Кварта. Он тоже выбрал себе команды поющие, скажем так. У него Соединенные Штаты истерики. И Полтовчане. И Полтовчане. И Полтовчане All Inclusive. Мы говорили, что Александр Кварта, наверное, самый дисциплиированный тренер. Потому что он уже у всех команд взял сценарии распечатанные. Уже тренируется. Репетирует. Некоторые тренеры пока еще не познакомились с командами. Да. Виталий Лисичкин. У Виталия Лисичкина команда Подконьячок. Он четвертый в этой компании веселый. И команда Николь Кидман. Харьковская тоже уже тренируется. Прописаны у Виталика. Ну, командам тут как нельзя говорить повезло, не повезло. Потому что практика высшей лиги показывает, что абсолютно непрогнозируемо складывается судьба команд. Потому что, например, высшей лиги Виталий. Виталий Лисичкин у меня и Ласточкин тоже теперь Виталий. Игорь Ласточкин, шикарный, блестящий актер команды Днепропетровска, оказался уже без своих команд, без подопечных. А Горбунов, к юмору не имеющий, принципиально никакого отношения, являющийся шоуменом, он очень всегда переживал, боялся, как его команды. А, ну теперь же игра прошла. Да, он побеждает со своими командами. Поэтому, как сложится судьба, в данном случае, тренеров и команд покажет игра. Алла Подкостова-Фокина, у нее получается... УБД Харьковская, сборная банковская академия и сборная женатых Украины. Антон Лещенко, вот эти парни. Киев. Двое из Каразина. Харьков и Дима Сидоров, у него мальчишник в Сызране, город Харьков и любимая, город Сумы. Смотрим, да. Прикольно. У вас как иногородняя команда сейчас выключается с организаторами, с редакцией и с тренером? Редакция идет дистанционно на уровне утверждения материала. В скайпе мы чуть ли не каждый раз. Да, в скайп идет общение. Есть даже вариант, когда ребята присылают просто уже отснятые видео готовых номеров там, следующее выступление или там, как это поступает, в том числе и харьковчане. Они могут прийти в кабинет и поставить. Вот смотрите, мы специально для вас отсняли видео выступления. Уже на ногах. Это удобнее. Поэтому дистанционно идет работа. Точно так же дистанционно идет работа с тренером. Завтра же команда начинает приезжать в Харьков. За 4 дня до игры мы начинаем с ними работать уже здесь, в Харькове. В этой связи хочу сказать в очередной раз спасибо альмамату Харьковского юмора, Харьковского национального аэрокосмического университета ХАИ. В репетиционных помещениях и в большом зале, в котором будет проходить сбор программы. А сама игра 16 число, большой зал Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко ждет зрителей, ждет команды, ждет болельщиков. Да и нас, ведущих. Сережка. Вам либо бы сказать как формат. То есть идет игра, как оценивается, что происходит после оценки, ну такими большими кусками. Сережка. Давай, Сережка. Да. То есть формат такой, что играющий тренер, команда которого выступает, и он выступает на сцене, он не участвует в голосовании. За свою команду? За свою команду. Да, естественно, он на сцене, он участвовал в выступлении. Те, кто остались на своих местах, 5 тренеров, они встают, также отдают свой голос. То есть один человек встал, это 1 балл. То есть максимум должны встать 5 тренеров, это 5 баллов, так скажем. Да, таким образом, таким образом формируется таблица, команды, которые находятся внизу этой таблицы, оказывается в батле. Простите, пожалуйста, 5 шестой на сцене. А, в связи. Да. Может один, может два не встать, да? Может один, может два не встать. Кому не понравилось. Ну вот так не зацепило. После этого, да, выступили, все команды выступили. Те, кто набрал максимальное количество баллов, 5 баллов, они проходят автоматически в следующий этап, это уже в 1-4, в следующий этап соревнований. А те, кто набрали меньше баллов, там 4, предположим, 3, если есть... Ну формируется вниз уже, команда попадающих в батл. Формируется список команд, которые попадают в батл. И в батле уже выясняется, кто проходит дальше. Ага, будете ждать. Интрига, интрига. Ну, конечно, наклонной сцены не будет. Будет подвес. Будет подвес. Так как мы сцену не можем сделать, будем подвешивать. Будет импровизационный конкурс, о котором команда узнает непосредственно, находясь на сцене в день игры. То есть вы не представляете, как-то влиять на выбор команд, остающейся? Ну, разве что силой там же сидят жюри в зрительном зале. Ну, тут есть еще одна процедура. Если в батл потребует, то формат Лиги Смеха предполагает и разминку с залом. Поэтому тут зрители могут хорошими вопросами помочь команде оказаться. В микрофонах зале? Да. Как один из вариантов. Из каждого акта у нас не проходит следующий этап 1-4 по одной команде. У нас два акта, в каждом акте играет 6 команд. И из каждого акта дальше не проходит одна команда. Какого-то из тренеров. Скажите, пожалуйста, а как Сергей Лаврик участвует в выступлении? Хотел бы увидеть его на сцене, но может выйти и что-то сделать? Я помогу Сергею ответить на вопрос. Удивительной, отличительной особенностью Лиги Смеха Слобожанской является умелое использование способности Сергея Евгеньевича, находясь на сцене, искренне радоваться хорошим шуткам команд. И Сергей Евгеньевич, который является украшением этого проекта, смешным, нет, вообще целостным, целостным украшением этого проекта, своей естественностью, искренностью, честностью, восприятие, создает вот эту вот удивительную изюминку, объединяющую и ведущих, и выступающих команд, и зрителей. Вообще, насколько нам известно, Сергей Евгеньевич постоянно смеется на всех выступлениях? Нет, не на все. Не на все. Я иногда не смеюсь. Но потом думаю, почему я не смеюсь, давай-ка я усмешню. И сам докручиваю, чтобы посмеяться. Есть ли вероятность, что мы не фотографируем в обоих? Нет, пока нет. А вопрос, по-моему, ты подвешен. Да. Когда команды в подвешенном состоянии находятся. Дальновидные организаторы Слобожанской лиги смеха «Север-город Харьков» взяли в свой состав глашатые от всех новостей Глеба Тимошенко. Который, скорее всего, как-то найдет инструменты. Он будет ходить по городу и оглашать результаты. А публичности. А публичности. Борная знатых прошла. Ладно, шутки шутками. Шутки шутками. Сейчас, давай, отвечу. Вы как бы здесь, как модератор, только для того, чтобы задавать вопросы? Или ответы тоже слушать? Дело в том, что у нас будет осуществляться прямая трансляция с места события. Прямая интернет-трансляция на канале YouTube 95-го квартала. Да, приглашаем к онлайн-трансляции в 19.00, 95-й квартал. Соответственно, все, кто хочет быть здесь сейчас, но не имеет возможности оказаться в оперном театре, могут понять, какой получилась игра в интернете. Далее есть группа «Слобожанская лига смеха» в «Контакте», группа «Слобожанская лига смеха» в «Фейсбуке», в которой там очень оперативно отражается вся информация, касаемая и команд, и результатов. Дневники у нас планируются. Да, дневники. И, кроме того, хочется сказать непосредственно спасибо компании «Трелан», которая осуществляет прямую трансляцию. Говорите, конечно, без игроков, а не тягом. Да. Скажите, пожалуйста, острый вопрос. Да. Тяжелый. Вы предполагаете, что будет полный зал? Лето, 16 июня, ну, как бы ситуация, которая сейчас у нас по лету, говорит о том, что сейчас далеко не гастрольный период, назовем так. Мы находимся в не гастрольном периоде, но тенденция, с которой билеты оказываются у счастливых обладателей, говорит о том, что у нас традиционно игра пройдет при полном зале. Есть какие-то благотворительные розыгрыши среди перселенцев, возможно, и уже как-то? Ну, мы же говорили уже об этом. Есть у нас алгоритм с распределением пригласительных, в рамках которого мы будем рады видеть все, кто воспользуется этим алгоритмом, который известен Глебу Николаевичу Тимошенко. Глеб Николаевич, в качестве модератора, да, тут трудно представить, может быть, это отлучение? Ну, есть у нас, как это, не резерв называется правильно, есть фонд пригласительных билетов, да, фонд пригласительных билетов, который распределяется, а дальше уже по социальным группам, ты посмотри. Понятно, что зал-то, зал не может вместить больше, чем вмещает. О, для желающих, переселенцев и воинов, которые сейчас находятся в городе Харьков, мы наладили прямой контакт с бойцами, которые сейчас находятся в госпитале, и порядка 20 человек оттуда придет на игру. Поэтому переселенцы, если есть такое желание, пожалуйста, кризисный инфоцентр, там проще всего, делайте заявку, либо пишите мне в личку, и все, мы вам вопросы решим. Спасибо. Даша, спасибо. Вот так, прекрасный вопрос был и прекрасный ответ, по-моему. Я еще хочу, пользуясь, пользуясь возможностью теперь уже со своей стороны, да, поблагодарить всех людей, весь город Харьков, область, все, кто так или иначе помогает в это непростое время, я еще раз понимаю, в непростое время мы в нашей стране пытаемся не потерять вот этот вот инструмент юмора, острого, сатирического, юмористического, традиционно-украинского, отношения до поди и екипы они не были. Смеемся, отжим, не сдаемся, вот такая фраза, которая сейчас, на мой взгляд, отражает все происходящее в юмористическом, назовем так, в мире Украины, да, когда мы, еще раз, это первый чемпионат Украины по юмору, который стартовал в это непростое время в нашей стране, да, и только улыбаясь, продолжая улыбаться, продолжая формировать какие-то волны позитивных настроений, оптимистичных взглядов на перспективы, на события или там, как это, сатирических взглядов на происходящее событие, вот благодаря этому, на мой взгляд, возможно, как бы мы же боремся ради чего-то, ради светлого будущего, давайте получать удовольствие и в момент, когда мы живем в светлом, или каком оно есть, в летнем настоящем, да. Поэтому студия Квартал 95, отдельно респекты Уважуха и Drive Production за то, что решились этот проект запустить, слава богу, успешные рейтинги на канале 1 плюс 1, который, как бы, проект ведет в национальном масштабе, огромное спасибо Харьковской областной государственной администрации за поддержку театра оперы и балета, спасибо за то, что пошли навстречу, спасибо людям, которые откликнулись и чуть-чуть все-таки предполагают, что показывают, пальцами микрофон и не трогать руками, штраф один палец, ну хорошо. Харьков, я хотел им закончить, для того, чтобы все запомнилось, но модератор все испортил, поэтому я просто в проброс скажу, что традиционное огромное спасибо Харьковскому кризисному инфоцентру за вот такую коммуникационную площадку в преддверии наших игр. Хотим поздравить официального нашего партнера, банк нашего города, Мегабанк, с 25-летием в этом году. Спасибо Воронину, спасибо ТММ, спасибо Восторгу, буду перечитать всех, спасибо, 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 пользуясь нагодой украинской. И огромное спасибо Харьковскому зрителю, который критично относится к юмору, но в том числе является таким вот объективным, лакмусовой бумажкой. Команда, если хорошо выступила, воспринимается, если плохо воспринимается, тоже не воспринимается. Огромное спасибо командам и тренерам. Сергей, Сергей. Приходите, будет весело. Спасибо. Спасибо за трансляцию. Спасибо за трансляцию. Ну мы же как вы. Продакт плейсмент получился.